Микс Ньюс Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. Продолжаем работу прямой эфире. Два известных общественных деятеля у нас сегодня в студии. Это Норман Гростенч, директор Института будущего Латвии и руководитель организации Prata Specs, Сила Разума. Игорь Кузьмук у нас сегодня в студии. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Вот такие интересные у нас события происходят в стране и в мире. Если мы говорим о Латвии, то, конечно, чрезвычайная ситуация много что изменила. И в сознании людей, может быть, и в системе госуправления можно сделать, наверное, какие-то выводы. Я знаю, что, Игорь, вы провели свой анализ со своими единомышленниками по этой общественной организации и какими-то выводами пришли. Я знаю, что у Норманда тоже есть своя позиция по поводу необходимости тех или иных перемен. Может быть, начнем по порядку. Игорь, что вы можете сказать? Ну, совершенно же очевидно. Все выходят на улицу, все бывают в городе, все бывают в стране, в разных, скажем, маленьких городах. Совершенно же очевидно, что любому видно, что мы буксуем. И буксуем очевидно. То есть прошло, в общем-то, порядка 30 лет с момента возобновления нашей государственности. То есть, ну вот и даже просто беглый анализ того, что мы за эти 30 лет построили. Ну, в общем, я не знаю, я силюсь понять, какие большие объекты мы построили. И у меня в голову приходит только, скажем, замок света библиотека. Наверное... Золотой мост. Наверное, замок, да. То есть, по большому счету, мы доедаем, доедаем, все так же все доедаем, доедаем. Последнее, то, что было вложено в инфраструктуру еще во времена Советского Союза. Ну, вот совершенно же очевидно, что так не может быть. То есть, хроническая нехватка денег на инвестиции, на обновление, например, жилого фонда, на все остальное. То есть, это все больше и больше усугубляет ситуацию в стране. И, в общем-то, ну вот кризисы с мостами, например, мы все видели же, да. То есть, они же ведь, скажем, с ливневой канализацией, но тоже мы все видели. Потому что это требует... Умеется в виду, где машины проваливались под землю. Да, да, да. Четыре штуки уже. Это же серьезные пробелы в инфраструктуру, и не сегодня сделанные, да. То есть, вспомните, скажем, вот эти проблемы с межквартальными домами, да, то есть, которые были дворами, да. Уже вроде бы начали делать эту программу, там, скажем, по реновации этих дворов, да. Но ведь, опять же, ну вот за нехваткой денег она, конечно, работает, но практически не работает. А почему? Да потому что там 20 лет никто к этому не подходил, и на это просто нет денег. Потому что в государстве, к сожалению, приоритеты другие, как всем очевидно. То есть, поэтому, наверное, вот это просто сравнивая с Литвой, с Эстонией, мы видим, очевидно, что мы отстаем. То есть, мы там вторая в Евросоюзе страна с конца. То есть, правильно же? Ну, да. Да, то есть, в принципе, если вспомнить, как шло развитие вот этих 30 лет, то последние такие, ну, по-настоящему хорошие новости, я помню, где-то с середины 90-х. Допустим, вот я тогда предложил, сам институт назывался экономических реформ, потом реформы стали словом не таким хорошим, но, тем не менее, вот тогда этот институт, руководимый мною, в 92-м году мы предложили создать свободные порты, и в 95-м году мы пришли к власти, победили на парламентских выборах, и в 97-м году это сделали. И тогда, значит, мне уже не верят, но тогда, значит, решение насчёт того, что будет происходить в Риге, принималось, в общем-то, в Риге, ну, и, соответственно, в Латвии, а не где-то в Брюсселях и так далее. То есть, в принципе, вот тогда эти свободные порты мы их создали, они заработали, работали вплоть до, ну, последнего времени. Пока их не забрали. Пока, да, их, значит, сейчас забрали, и уже перед этим вся вот это международное глупое конфликтование с соседними странами, это тоже, конечно, на их работу очень пагубно повлияло. Тут, конечно, Латвия должна была и могла поучиться у Финляндии. Финляндия сохраняет нейтральный статус, в НАТО они вступают, там встречаются Трамп и Путин, с ним едут экономические делегации, значит, Финляндия тоже от этого выигрывает. А у нас мы воюем со своими соседями, ну, и, соответственно, значит, за это дорого платим, к сожалению. У меня возникает вопрос, а кому служит наша элита? У меня всегда возникает вопрос, а кому, на самом деле, служит наша политическая элита, которая сегодня у власти? Если она, на самом деле, заинтересована в развитии страны, то мы должны это видеть и чувствовать. Но не может быть такого, что мы за 30 лет не увидели и не почувствовали этого? Да, ну вот тоже такой вопрос, я помню, что обычно на каждые выборы есть возможность у тех или иных политических сил, не будем сейчас так называть, но вообще участников политического процесса, к примеру, провести на общественном телевидении радио бесплатную агитацию. Я знаю, что Нормут на это обратил внимание. Это, кстати, тоже еще один такой момент. На все раз решили трактовать очень интересные. Сказали, вы знаете, ну, это же выборы у нас внеочередные. Ничего про внеочередные выборы не сказано. Законодатель не предусмотрел. Ну, раз не сказано, и не будет вам бесплатных эфиров. Да, кстати, вот насчет демократии, вот этот шаг, который сейчас власть сделала, что лишила всех партий, идущих на выборы, даже этого, ну, скажем, небольшого объема, 8 раз по 5 минут предвыборная бесплатная агитация, это сделало выборы еще большим состязанием именно денег. То есть, ну, у кого есть, скажем, предположим, спонсоры, госпинансирование, большие деньги, при том правящие партии, правящие коалиции, они же себе в 10 раз увеличили. Сейчас госпинансирование, там раньше писали, что 7 раз, потом подсчитали, что 10 раз. То есть, они могут купить, да, значит, другие должны постоять и помолчать. То есть, мы подали в административный суд, пока что суд, значит, окложил, конечно, после выборов все это рассмотрение, значит, какие-то немедленные действия принять, отказался. То есть, значит, это именно является уже государственной политикой, что, значит, демократии у нас становится меньше. Вместе с этим, значит, ситуации, когда нашим партиям вообще не дают выступать. Я помню, что недавно в Беларуси была ситуация, что кандидат в президенты, ей дали бесплатные полчаса, она даже не использовала полный объем этого полчаса. То есть, ну, просто она быстрее зачитала свой текст и 3 минуты еще решила не использовать 10% этого времени, да. То есть, у нас, к сожалению, значит, такой демократии в таком аспекте полное отсутствие. Я почему спросил, потому что я помню, что Игорь неоднократно и в наших эфирах, когда к нам приходил в студию, говорил о том, что буксует не только экономика, это мы все видим, но и политическая система. Да, и вы даже говорили за необходимость изменения системы выборов. Вот, может быть, несколько слов об этом. Я думаю, не лишним будет сейчас в этом контексте, что Норман сказал, напомнить. Да, то есть, я бы просто в очередной раз напомнил. Самое удручающее то, что человек, который принимает участие на выборах, не понимает, как принимается решение и кто за это ответственен. Вот это как бы главное. То есть, имеется в виду тот, кто идет голосовать, да? Да, то есть, он не понимает, он не хочет идти голосовать, потому что говорит, а ничего не изменишь. Потому что ему непонятно, а кто принимал решение такое-то, 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 то есть, ну, какое-то определенное. И он говорит, что мне нет смысла принимать участие. Я за этих же самых воров, как люди говорят, которые, скажем, прыгают от партии к партии, да, голосовать не собираюсь. И в результате он, разуверившись, вообще не приходит на голосование. Значит, получается, падает явка, а демократия от этого только страдает. Почему-то? Потому что, наверное, вот эта система, когда практически есть монополия партийных списков, она себя изжила. Она не прогрессивная. То есть, все-таки должно быть, как мне кажется, я в этом просто убежден, что половина парламента должны быть одномандатники. Половина по партийным спискам. Тогда ломается монополия, скажем, правящей коалиции. Тогда на каждое голосование идет реальный, скажем, обмен мнениями, как лучше голосовать. А как же коалиционный совет? Вот в том-то все и дело. У нас сегодня есть коалиционный совет, а оппозиция может не приходить. Просто не приходить. Только за зарплату, если что. Это неправильно, потому что в результате получается, какой-то межсобойщик за закрытым голосованием принимает, скажем, политические решения, которые влияют на всю страну. И в результате народ не понимает, почему это так. Не хочет голосовать. Это не то, к чему мы шли. То есть, это не то, с чего начиналось Атмада, правильно? Однозначно. Совершенно точно. Притом, эта модель одномандатникова прекрасно работает уже не первые даже десяток лет в Литве. То есть, Литва нас обгоняет. Это очевидно? Да. Соответственно, эта модель опробована. Но в Литве, конечно, еще прямые выборы президента, кстати. Что тоже надо. И даже прямые выборы меров городов. Что тоже неплохо. Да, все хорошо. Почему наши, условно говоря, братья-литовцы могут? А в Латвии, значит, у нас система, ну, на порядок малоэффективнее. И в результате мы отстаем. Поэтому, скажем, вот я, ну, как человек действия, предложил, сам отнес документы Центризбирком, распустить парламент. Это, значит, можно сделать за два месяца совершенно законно. Притом, действительно, вот это право народа было получено после массовых беспорядков, значит, тринадцатого... Девятого года. Девятого года. Как время быстро бежит. И, значит, сейчас, вот, скажем, если человек решил подписаться на Латвии ЛВ за распуск Сайма, и кто-то ему в этом мешает, то это наказывается уголовным кодексом так же, как если бы вас взяли за руку и не пустили бы голосовать. То есть, это тоже право, именно вот, ну, такое основное, ну, право участвовать в выборах или, значит, в референдумах. То есть, референдум – это, ну, тоже народное голосование. Поэтому я, главное, хочу использовать возможность всех призвать подписать вот этот распуск Сайма на Латвии ЛВ. Да, это требует, в общем-то, сорок секунд. Латвия ЛВ там такая черточка ПВ, парах, стуакшен. И, значит, сейчас уже собрано вместе с теми подписями, которые в бумажном формате примерно 50 тысяч. Надо 150 тысяч, правда. Но эти 50 были собраны за пару недель буквально. Потом это притихло. Вот, Игорь, вы упомянули вот эти все изменения, наверное, необходимые действительно в политической системе. Другой дороги нет. Да, в том числе и всенародный избранный президент, о чем уже, наверное, последние 20 лет ведутся дискуссии. Но всегда вот противники или скептики вот этой системы, они говорят, ну, мы тогда, если мы выбираем президента всенародно, мы должны вроде и больше дать ему полномочий. Несомненно. Вот не опасно ли это? Несомненно, это так. То есть, обязательно, если народ избирает президента, он хочет, чтобы этот президент и отвечал бы за все, что происходит. И тогда все бы понимали, а стоит ли дальше этого президента выбирать или нет. То есть, это правильно. Он должен больше иметь власти. Опасно это или не опасно? Знаете, сегодня мы живем в Европе, скажем, в Евросоюзе. И так, чтобы, там, скажем, уж совсем появился диктатор в одной небольшой стране, это уж вряд ли. Это довольно сложно сделать. Ну, есть, допустим, там, скажем, крепкие хозяйственники, скажем, Урбан. Урбан. Да. А вот, к примеру. В Венгрии, да. Да. То есть, ну что, этот диктатор, он все равно же абсолютно зависит, скажем, от Евросоюза. Ну, так или иначе, он живет в общей семье. Я думаю, что тут бояться этого не надо. Тут надо больше всего бояться нам того, что люди перестали верить власти и вообще этой системе власти. То есть, они живут просто потому что, ну ладно, вот вы меня не коснулись, да и слава богу. Надо что-то заплатить, но я лучше как-нибудь по-черному это сделаю. То есть, никто не заинтересован, скажем, государство развивать. Просто терпят. Пока так. Государство в то же время начинает все больше и больше, что называется, вытаскивать через налоги у людей из кошелька последнее. То есть, вот так и живем. То есть, одни там сами по себе и другие сами по себе. То есть, и в результате вот мы имеем то, что мы имеем. Вот, Норманд, вот это, наверное, я думаю, вы тоже, наверное, взволнованы этой системой. Я думаю, что и ваши сторонники, наверное, тоже. Я имею в виду налог на недвижимость и кадастровая стоимость. Вместо того, чтобы каким-то образом думать о том, что делать с этим большим количеством, к примеру, советского жилья, которого нуждается в реновации, в утеплении. И вообще, в аудите, чтобы понять, что с этими домами. Государство решило пойти или пытается пойти по самому легкому пути еще больше залезть в карман к населению. Значит, ну тут это, действительно, дело самого населения. Это не допустится через тот же самый механизм распуска, потому что, чем, значит, больше будет подписей, тем, значит, меньше будет желания продвигать вот такие законы. Значит, потому что повышается рост, риск этого распуска. А что касается налога на недвижимость, на единственное жилье, то Латвия единственная из прибалтийских стран, где такой налог вообще имеется. То есть, в соседних странах уже этого нет. Ни в Литве, ни в Эстонии. То есть, значит, у нас уникально терпеливое население в этом плане, то есть, готовы платить за единственное жилье налог, в отличие от литовцев и эстонцев. Но это нужно исправлять. Значит, это по-хорошему должно или делать государство, или, значит, уже тогда, ну, сами люди. Но, значит, то, что может сделать Реческая дума, Реческая дума может на единственное жилье, и она должна это сделать, дать 90% скидку человеку. Вот это можно сделать сейчас, прямо вот после этих выборов. А вот если сейчас у нас Думы нет, Реческая, но она была, и многие решения были приняты, и нет такой опасности, Игорь, вы все-таки работали в Думе Реческой, нет такой опасности, что вот придут новые силы, ну, или другие силы, не будем называть какие, ну, или, может быть, те, которые сейчас находятся во власти в правящей... Те, которые мы видели. Да. И все эти льготы отменят, или не отменят, ни скук. Опять же, не хочу никому делать ни рекламу, ни антирекламу, да, но те люди, которые сегодня управляют страной, мы их в основном, в общем, за последнее время видели в Рижской Думе. Они тоже у нас работали рядышком. Кто они и что, они приблизительно понятны. Да, то есть это абсолютно, скажем так, коммерческие проекты, сделанные на короткое время, скажем, чтобы, наверное, помочь отбить своим спонсорам какие-то деньги. Я не знаю, да, точно, но в любом случае, совершенно очевидно, это временщики, которые сделаны на один-два политических цикла, и которые, ну, наверняка, потом, скорее всего, перегруппируются и где-то всплывут, кто-то не всплывут в других каких-то партиях. Ну, например, мы же видим, например, вот у нас есть такой вечно всплывающий министр обороны. Он же вечно всплывающий в разных партиях, да, то есть, ну, это же совершенно очевидно. То есть, у нас есть, действительно, поэтому мы понимаем, что в стране не особо много чего осталось. Они первое, что сделали, забрали порты за секунду, да, то есть. А теперь получается, что больше особо там, в общем-то, делить не особо на что есть в стране. А давайте-ка мы, раз уж так складывается, в Рижской думе посмотрим, что здесь есть. Ну, и начали вбрасывать. И начали вбрасывать, да, вот посмотрите, был опрос общественного мнения, исследование какой-то организации о том, что и вправду, наверное, начальникам лучше отдать, там, Дом управления, Рига Сатексмы, Рига Суденс, еще что-то осталось. Вот поэтому-то, вот поэтому-то и сейчас вот новый проект, там, не знаю, старое время 27 или еще что-нибудь такое, да, то есть, ну, вот, зная точно, что это на два созыва, а потом перегруппируемся. И на это, к сожалению, люди покупаются. Вот это самое обидное. Вот это, значит, действительно ответственность именно избирателя, потому что сейчас, значит, ну, я предлагаю такую формулу. Можете назвать, хоть формулой Грозтинич или рецептом, что надо, не надо голосовать ни за новых, ни за старых, критерий должен быть другой. То есть, человек должен быть проверенным. То есть, за 30 лет человек уже себя показал. Если его интересует, скажем, там, обогащение, то он, наверное, будучи политик, скорее всего, уже обогатился. То есть, это, ну, мы таких примеров знаем очень немало. Если его интересует, скажем, что-то другое, то он, ну, за 30 лет человек уже показал себя, значит, его интересует, там, в первую очередь деньги. Да, Латвия, в принципе, маленькая страна, все можно прочитать про всех, все узнать. А если он еще себя не показал, тогда пусть посначала покажет, а потом идет политик, да, то есть все просто. Да, вот общественную организацию, Игорь, которую вы изглавляете, про этот спекс, ну, одно из ее, ну, таких ключевых, насколько я знаю, позиций, об этом вы говорили в свое время в наших эфирах, это вот попытка сплотить общество, попытка, ну, помочь людям, особенно людям, ну, все греха таить советского поколения, где мы все учились в советской школе, к языкам было отношение, я бы сказал, на вы, да, и действительно у многих, особенно люди 45+, были пробелы в латышском языке, и сейчас, естественно, пробелы в том, чтобы карьеру сделать, поскольку они не владеют этим языком, и вы 18 лет, если мне память не зря, 18, да, действительно организовывали бесплатные курсы латышского из-за пандемии, по-моему, последний раз до конца, вот этот курс не довели, что сейчас, вы будете это продолжать, или вы махнули рукой на это? Нет, нет, ну что вы, во-первых, мы давно направление решили, до тех пор, пока люди звонят, а у нас два раза в год наборы, в сентябре и в январе, да, мы будем этим заниматься, люди звонят, мы этим занимаемся. Кстати, опять же, уполномочен общественной организацией нашей сделать объявление, если можно, да, о том, что… То есть, вы приглашаете людей на бесплатные курсы? Да, 3 сентября, воспользуюсь заодно, 3 сентября мы начинаем очередной учебный год трехмесячных курсов бесплатного языка, уровень знаний средний и натурализация 3 сентября, и если кого это интересует, пожалуйста, звоните, мы работаем, мой телефон 2966-5293. А что касается начала, знаете, скажу так, что все-таки это следствие опять, вот наши курсы, наша деятельность, да, это следствие того, что, в принципе, опять же, много ошибок было допущено на заре. В начале 90-х, когда просто взяли и одним рощерком пера людей поделили, там, на своих и на чужих, да, на граждан и неграждан, была общество, нанесена бешеная травма. Эту травму сейчас так сходу не зарубцуешь. Вот мы, как общественная организация, мы этим и занимаемся, мы как бы лечим, получается, да, то есть мы делаем то, что должно было бы делать государство всегда, обучать латышскому бесплатно, для начала, раз уж людей, что называется, разделили. Не работают они с этим, не делают, они делают с удовольствием, там, скажем, буклет о том, что необходимо натурализоваться на мелованной дорогой бумаге, да, но как таковых курсов, как таковых практически нет. Ну, то, или вот... Мы этим занимаемся, да, то есть, слава богу, самоуправление подхватили, разные самоуправления, и в Риге, и в Далгопе, и в Юрмале это было. Слава богу, это то, что мы и хотели. Но государство, скорее всего, заинтересовано как раз-таки наоборот. Им было важно отодвинуть, скажем, одну треть населения практически от выборов, что обеспечило долгое нахождение во власти, что обеспечило, скажем, славный дележ, скажем, недвижимости. В конце концов, это просто вопрос сохранения власти. Это было так. Конечно, сейчас это никто не признает, но мы-то все помним, мы все в это время жили. Конечно, значит, ну, я так, как, в общем-то, основное образование у меня историк, поэтому, значит, оценки, конечно, однозначные. То есть, принцип населения, значит, поделили по национальному признаку, а потом, значит, ну, по сути, скажем, ограбили и тех, и других, то есть, если так, вот, большинство населения. Так удобнее? Притом, берем такие примеры еще с 90-х, как денационализация, значит, это то же самое, там документы были зачастую фальшивые, значит, коррупция и все дела, десятка тысяч человек, несмотря ни на какой национальный признак, выселялись квартир, и сейчас до сих пор, скажем, вот эта травма тоже, и несправедливость, она сохраняется. Я тоже всегда считаю, ну, и продолжаю продвигать эту идею, что надо создать регистр денационализированных, и государство должно людям компенсировать полную стоимость вот той квартиры, которая была отобрана тогда, в 90-е. И это, кстати, для Риги очень актуально, да, Игорь? Конечно, конечно. Игорь Кузьмук, Номан Гроссович на студии, перейдемся буквально на пару минут, не переключайтесь. Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели, продолжаем работу в прямом эфире. Два общественных деятеля, я думаю, хорошо известных нашим радиослушателям, Норман Гроссович, который возглавляет Институт будущего, я руководитель общественной организации «Парата СПЕКС». Игорь Кузьмук у нас в студии, вот мы много говорили о том, что сделано и не сделано в государстве, на уровне муниципалитета. Всем бы мы хотели, наверное, жить в процветающей стране, в прекрасном городе Рига, чтобы было все комфортно, и чтобы все социальные блага сохранились. Мы так хотим на это надеяться. Но вот что касается, о чем Игорь уже начал говорить, что касается внешней политики, понятно, что, как кто-то сказал, что внешняя политика – это, в принципе, продолжение внутренней политики. Норман, как историк, не даст нам соврать. И зачастую, возможно, правящие так и действуют. Вот они думают, что вот так и хочет избиратель их, чтобы они так себя вели по отношению, вот, не знаю, к восточному соседу России, к примеру. Ну, закрыть тот или иной канал, допустим. Ну, может быть, избиратель хочет этого. Действительно, фактор внешней политики в вопросах интеграции внутри страны, он довольно важный, то есть он довольно чувствительный. Вот может показаться, на самом деле, что, ну, где внешняя политика, а где интеграционные вопросы в стране. А ведь нет, то есть если у нас, скажем, медиа последние, наверное, лет 20 говорят о России либо плохо, либо ничего, то, скажем, те русскоязычные люди, которые смотрят телевидение, они, ну, мягко выражаясь, не очень верят такому телевидению, а то или просто переключаются и уходят, да, то есть и уходят, и ищут, скажем, каналы в другом месте. То есть, и, например, вот элементарно, мы, скажем, у нас есть ярко выраженные министры, там, скажем, 2-3 министра, которые постоянно, используя любые поводы, да, любые поводы, там, скажем, нападают на соседа. Этим самым, этим самым они часть населения Латвии отторгают от интеграции внутри страны. Ну, не признает, скажем, русский человек о том, что его, скажем, этническая родина, мать на удалении, да, то есть, ну, скажем, враг. Ну, не признает, хоть ты как сделай, то есть, надо искать какие-то общие компромиссы для сожительства, общежития внутри страны. Я понимаю, что у нас есть разные нации, у каждой нации свои есть приоритеты, свои особенности. Латвия по факту многонациональная страна, это правда, и строить из нее мононациональную страну, это значит все равно раньше или позже взорвать общество изнутри. Это разве непонятно, скажем, нашим власть придержащим? Вот о чем речь, то есть, вот действительно, вот этот внешний контур, а когда, простите, уж очень получается, не могу остановиться, а когда уже, говорят, с января не будет телевидения, государственного телевидения на русском языке для новостей, ну, для ЛТВ-7, да? То есть, ну, а как следствие, естественно, в частном поле вообще нету никаких новостей на русском языке, да, то есть, по телевидению. Получается, что? Действительно, мы выталкиваем часть населения и говорим, живите вы как хотите, смотрите своего, не знаю, там, не знаю, кого, Путина или Лукашенко, ну, так что ли получается? Мы сами выталкиваем, так не мы, а правящие. Ну, самое страшное, что, значит, ну, я приведу пример, вот, это абсолютная ложь, сказанная министром Пабриксом, я помню, вот, опять же, в 2008 году, когда начался, значит, конфликт Грузии, тогда вот, я смотрел тогда BBC, посмотрел, значит, ну, там подошли, значит, ночью тяжелая артиллерия грузинская, началась стрельба по городу, значит, все все понятно. И вдруг, значит, я вижу, что выходит вообще латышское информационное поле, был, значит, выходит Пабрикс, он был эссенцией этого информационного поля, он сказал, сегодня без малейшей на то причины Россия напала на невинную Грузию, да, то есть, это была дословная цитата Пабрикса, без малейшей причины и так далее, то есть, если человек не смотрел BBC или другие источники, независимые… Он мог решить, что так и было, да? То, значит, латышский избиратель и слушатель был, значит, накормлен именно этим. На Дельфиях всюду абсолютная, значит, ложь, кто начал, да, значит, с больной, головы на здоровье, значит, и полная пропаганда, значит, Сороса. Потому что, значит, Сорос был спонсором грузинского правительства, прямо зарплату платил. Отсюда вопрос, а кому служит этот человек Пабрикс? Кому служит? Он служит внутриэтническому миру в Латвии? Или, может быть, он заинтересован в интересах, продвижение интересов каких-то других людей, которые вне Латвии находятся? Вот этот вопрос меня беспокоит. Действие однозначно, значит, очень связано с интересами, значит, фонда Сороса, притом, ну, годами, годами, там, да? И притом, значит, влияние этого фонда и структур, связанных с ним, у нас возрастает, в отличие, скажем, от той же самой Венгрии, которая упоминалась, которая просто выставила этот фонд за дверью. И я считаю, этим выиграл. Поэтому, значит, ну, надо понимать, что некоторые партии, которые принимают участие на выборах, там, АТС, ТВП, во многом и Венгрии, и так далее, они очень прогрессивные, само собой, разные вот эти партии, значит, и меньшинства такие интересные, значит, они всюду получают вот это финансирование, помощь, информационную помощь и так далее, то есть, это надо учитывать. Насколько это надо, общество Латвии, насколько это надо, то есть, слава Богу, что, скажем, да, вот будут выборы в Рижскую Думу, да, конечно, это выборы не в стране, не в парламенте, да, но вектор развития города они все равно задают. Я понимаю, что многие кардинальные вопросы эти выборы, ну, не решат, но людям, которые приходят на участки, надо понимать, что проект, что, допустим, эта партия служит кому, в этой стране этот человек, которому они служат, или, может, в другой какой стране человек, которому они служат. Интересно, все-таки, вот, раз уж упомянули вектор развития города, вот, и внешнюю политику, не могу не спросить, вот, ваше мнение, или даже, может быть, прогноз, ну, вот, памятник освободителям. С одной стороны, есть договор, латвийско-российский межгосударственный договор о защите памятника и воинских захоронений, и Российская Федерация, МИД Латвий, кстати, с этим согласен, считает этот вот памятник субъектом договора, с одной стороны. С другой стороны, есть целый ряд политиков, в том числе и в Сейме, да, которые говорят о том, что нужно этот памятник снести. Под разным соусом это говорит, что, вы знаете, мы должны возродить ту площадь, вот, узворос, вот, площадь, которая была еще во времена Первой Республики, там было вот уже наброски, какая должна быть площадь. Ну, и снести памятник. Другие говорят о том, что, ну, снести, не снести, а мы должны такие надписи рядом сделать, разъяснительные, и назвать этот памятник, там, памятником оккупанта. В общем, есть разные версии всего этого процесса. Вот, Рижская дума новая, может рискнуть, вот, пойти на такую провокацию и демонтировать памятник? Ну, памятник и вправду защищен договором, да, между Россией и Латвией, и если этот договор будет не соблюдаться, тогда, в принципе, эти пункты может начать не соблюдать Латвия, возможно, потом начать не соблюдать и Россия, что, наверное, может быть еще, может, будет и больнее в результате, да, поэтому все может быть. Но, все-таки, конечно, лучше, чтобы были люди, которые присматривались за этим вопросом, потому что, ну, иначе, ну, трудно понять, понимаете, как вы сегодня, например, вот тут трудно понять, где границы глупости. Вот на сегодня, например, прозвучало, да, что, а давайте отменим хоккей, да, хоккейный чемпионат мира с Белоруссией. Ну, сегодня прозвучало. В следующем году, напомню, да, параллельно должен чемпионат мира пойти в Риге и в Минске. Не касательные вещи, да, но поскольку в Белоруссии какие-то там сегодня происходят, что-то происходит, да, а давайте отменим спортивное мероприятие, послушайте, а давайте отменим КХЛ, потому что там вообще еще страх, там у Путина играют в хоккей в России. То есть, вот эта грань, ну, скажем там, глупости, да, она, она, она может прорваться в любой момент везде, где угодно. Ничему не удивлюсь, все может быть. Это, в общем-то, сказали все-таки люди, которые получали гранты Сороса, вот они предложили, так что это, боюсь, что это не только глупость, да. То есть, всяко может быть, да. Там, ну, если посмотреть финансирование, то, значит, там четко ребята и девушки, в первую очередь, значит, которые с этим выступали, я считаю, они знают, что они делают, и делают это совершенно осознанно. Что касается вот памятника, тут, опять же, да, надо с уважением относиться, в конце концов, к истории Латвии. То есть, этот памятник создан хорошими латышскими, кстати, архитекторами, строился во многом на пожертвование. То есть, сам студент устраивали субботники, сам тоже в них участвовал, значит, ну, уже в благоустройстве, там деревья там сажали, так далее, даже фотки есть черно-белые советские. То есть, это, значит, часть нашей истории, при том, значит, вот, поскольку я политик уже, значит, ну, так созрел не первый год уже на основании христианских ценностей, то я считаю, что, значит, люди, если они жертвуя уже там жизни, им поставлен памятник, то к этому надо относиться с огромным уважением, значит, и памятник должен там и быть, где он есть, и, значит, ну, просто интегрироваться в нашу городскую жизнь, как он и изначально был задуман. Ну, потому что 9 мая его не сотрешь, это праздник со слезами на глазах, это именно праздник со слезами на глазах, вот, и никак по-другому, потому что есть деятели, которые говорят, что нужно все больше и больше, скажем, в этот день сходить на кладбище и, скажем, ну, скорбеть, да, то есть это дело каждого человека, с одной стороны, но с другой стороны, да, это праздник со слезами на глазах, я лично считаю, к этому так отношусь, и поэтому я к памятнику, если, когда прихожу к 9 мая, я обязательно прихожу с цветами, причем с четным количеством, с нечетным количеством цветов, обязательно, не с венками, для меня это очень важно, я считаю, что в этом есть какое-то отличие, все-таки, да, приходят, есть другие, скажем, 8 мая можно посетить кладбище захоронения, ну, кто хочет, может, и 9-го, но все-таки 9-го это праздник со слезами на глазах, я в этом убежден. Да, вот интересная такая тема, не можем не затронуть, с одной стороны, мы все понимаем те процессы, которые происходят сейчас в Белоруссии, да, не будем, может быть, особенно долго заострять внимание, там постоянно ситуация меняется, но, в общем, мы это понимаем, да, не все там так, мягко говоря, гладко все это прошло, весь это выбранный процесс вызывал много, но сейчас вот возникает вопрос не к Белоруссии, а к Латвии, это наш сосед, да, наш один из таких важных транзитных партнеров, особенно учитывая то, что, ну, к сожалению, Россию как транзитного партнера мы теряем, или уже, можно даже сказать, потеряли, и была определенная надежда у наших портов, у нашей железной дороги на Белоруссию, даже визит был запланирован президентом Белоруссии на сентябрь, ну, тут до сентября рукой подать, уже планировали, да, теперь, я так понимаю, все это повисло в воздухе, что делать вообще, как вот вести себя в Латвии, ну, не знаю, ну, вот начнем, потом, может быть, ибрь. Вот тогда, когда, значит, мы продвигали 90-х через правительство, и в 97-м году создали вот эти порты свободные, свободные экономические зоны, то, в общем-то, этот инструмент долгое время работал и мог работать дальше, если бы политика была прагматичная и разумная. Что касается вот того, что происходит у нас, у наших соседей, я тоже внимательно за этим слежу, там не раз был в Минске, значит, там, конечно, у них есть проблемы. Например, сейчас сегодня рабочие выступили с определенным экономическим требованием, там есть определенные, как я понял из их, ну, скажем, видео, есть определенные невыполненные там экономические отношения, обещания, значит, по отношению к рабочим именно крупных заводов, ну, или они так считают. То есть, этим пытаются воспользоваться иностранные разные, там, значит, голоса из Польши, в первую очередь, и Литвы, и так далее, и так далее. То есть, значит, там пытаются сделать полноценную цветную революцию, там, как в Венециюэле или там на Украине была, но последствия, конечно, могут быть самые печальные. То есть, мы, как, значит, Латвия, я считаю, заинтересованы, чтобы была там стабильность, значит, экономика росла и процветала, значит, если там будет гражданская война, не дай бог, как на Украине или что-то подобное, значит, мы от этого только, значит, пострадаем. Поэтому внешняя политика Латвии должна быть, на мой взгляд, спокойной, прагматичной и стабилизирующей. Но уже на таком фоне, как наши должностные лица высказались, уже успели высказать, то, конечно, визит президента Беларуси в Латвии в сентябре уже невозможен. То есть, это невозможно никак, да, теперь. Здесь, мне кажется, все-таки ответ кроется, опять же, в геополитике. Никто не будет спорить с тем, что Россия с Америкой, скажем, да, ведут постоянную конкуренцию. Естественно, Америка по возможности, да, обкладывает поясом, скажем так, кордоном каким-то, да, там, скажем, недружественных стран Россию, и Америке это выгодно. Россия, естественно, желает этого не допустить. То есть, вот и все, вот почему происходит, в одном месте, там, скажем, оранжевая революция, в другом месте, возможно, в третьем еще. То есть, идет просто, что называется, заруба между большими странами. И здесь, как бы, все эти страны, это разменная монета. То есть, в результате получится, либо там, либо там, эти страны, там, во влиянии одной стороны, либо влияние другой стороны. То есть, и в этом смысле нужно это так и понимать, что белорусы, в данном случае, в конкретном случае, да, к сожалению, вот как и другие страны, да, это разменная монета, жалко. Их пытаются, их пытаются сделать, но, значит, они могут этой монетой не становиться, как, скажем, этой монетой не стала Финляндии, не вступают в НАТО, например. Я про то и хотел сказать, что я уверен, что это умная нация, там, трудоспособная нация, она сама разберется, вот просто сама разберется, и желательно, не то же желательно, а обязательно, ну, не всовываться тем, кому не надо всовываться. Вот просто пускай эта страна занимается сама. Пока, как я понимаю, там, все под контролем, как я понимаю, да, то есть, вроде бы, да, там, все это пошло на спад. Слава Богу. Причем, я, честно говоря, по-человечески, да, вот по-человечески, за то, чтобы такой был крепкий президент, как Лукашенко или как Путин, и в Латвии. Потому что это хозяйственники крепкие, я за это, потому что тогда понятно, кто виноват, и этот вектор либо нужен, либо не нужен в развитии страны, выберем другого. Ну, это понятно, и я, я считаю, я по-доброму даже завидую, что у них есть вот такой, может быть, даже где-то царь, но совершенно точно понятно, кто за что отвечает. Ну, кстати, по крайней мере, там народ имеет право избирать президента, у нас даже такого права нет в Латвии, кстати. Так что, лучше, тогда ведем хотя бы такой уровень. Ну, интересно, недавно как раз президент уже исполнился, ну, месяц тому назад, как раз президент уже год в власти, господин Левец, какие-то итоги, наверное, можно привести. Я так понимаю, Игорь, что вы не считаете, что он стал вашим президентом? Он ведь сказал, что я буду президентом всех жителей Латвии. Он это сказал, и дальше что он сделал? Мы же помним его по преамбуле, да, где, что он делал. Потом, если американские медиа, американские телевидения показывают шаржи, так скажем, юмористические, на нашего президента, мне обидно. Мне обидно, что его не приглашают на вдовоз. Мне обидно, что его слово вообще не слышно, да. То есть, вот сейчас он просто, находясь в отпуске, почему-то начал вдруг комментировать то, что происходит в Белоруссии. Это, наверное, потому, что нужно показать себя нужным кому-то там на Западе. Мне так складывается впечатление. Это, наверное, еще и потому, что… Это не отвратно, это неприятно. Левец очень долго был членом правления фонда Сорос латвийского, да. Ну, значит, опять же, подходим к тому, что кому служат. Ну, тут уже очевидно, он вышел из отпуска, я думаю, там… Подходим к тому, опять, а кому служат наши лидеры? В Латвии ли? Миру ли, там, внутриэтническому миру ли Латвии? Или все-таки у них там другие интересы? Кто их акцептирует на этом втором сроке президентства? Где это делается? В Латвии? Поэтому, действительно, я абсолютно согласен, что нужны прямые президентские выборы, чтобы народ их, значит, выбирал, акцептировал, значит, и мог даже отозвать при необходимости. А вот интересно, Номанд, вот то, что вы сказали в самом начале, ведь Левец, ну, как мы считаем, мало того, что он автор преамбулы, но один из авторов. Он еще по должности вроде бы гора от Конституции. Если мы видим, ну, вот тот же, о чем вы говорили с самого начала, бесплатный эфир не предоставляется. Кстати, мы ему тоже написали. Да, президент должен был сказать, подождите, секундочку, какое имеет отношение? В неочередные выборы или очередные? Ведь другие пункты этого закона о предвыборной агитации все же должны соблюдать. Почему же этот пункт не соблюдается? Значит, ну, президент пока не нашел времени, значит, ответить на вот это письмо уже дней так 10. После выборов, наверное, найдет. Ну, после выборов, возможно, какую-то отписку мы получим. Значит, был один небольшой позитивный момент, когда мы ему предложили, ну, институт будущего в Латвии, мы предлагали достаточно регулярно разные предложения и посмотрели на бюджет канцелярии президента. У него отведено в этом году 450 тысяч евро на загранпоездки у Левица. То есть, ну, политический туризм, по сути. Ехать некуда. Ехать некуда. Мы предложили, значит, ну, минимум половину этих средств перевести уже на кризисный фонд, создать кризисный фонд, как, скажем, в той же самой Венгрии, и туда вот такие средства перевести. Но дать должное, значит, они примерно 45 тысяч действительно оттуда перевели, десятую часть, значит. Ну, хоть что-то, да. Игорь. Я так думаю, что, конечно, господина Левица в первую очередь интересует, что будет с ним дальше, будет ли у него второй срок или не будет. Поэтому он заинтересован не злить внешних друзей, не злить внутренних, нашу правящую коалицию. Поэтому, конечно, от себя сейчас инициативы никакие исходить не будут. Поэтому, ну, очень жалко, но вот этот институт президентства, к сожалению, в Латвии так же дискредитирован, как и вся система власти, и я просто убежден, если мы не поймем, если наверху не поймут, а может быть даже внизу люди не поймут, что мы просто буксуем в тупике, и что действительно кардинальные изменения нужны, а не косметические. Я боюсь, что мы будем буксовать. Я не знаю, как будет дальше развиваться страна лет через 10. Что будет дальше, скажем, с обветшатшей инфраструктурой? Что будет дальше вообще со всем этим? На что не хватает денег? У нас 700 миллионов евро в год на оборонные нужды. Кому нужны эти траты? Против кого? Кто собирается на нас нападать? Кому нужна страна, где половина населения нищие? Объясните мне, я не хочу, я хочу понять. То есть, где 700 миллионов? Это практически 80% рижского бюджета. Это просто выкинутые деньги, причем за грифом секретно. Это очень удобно для коррупции, потому что гостайна как бы. И если посмотреть на закупки этих очень старых бронемашин, которые были куплены зелеными крестьянами, тогда еще прошлые СССР уже купили такие вещи, которые находятся на вооружении армии Гондураса, притом без шуток. Шутите? Нет, абсолютно, к сожалению, не шучу. У которых, кстати, пушки уже такие, к которым снаряды не производятся в мире. То есть, это 70-е годы. Видимо, с комплектующими тоже будет проблема? Уже, я думаю, все у них есть. Стрелять никто не собирается. Стрелять никто не собирается. И все это понимают. Слава Богу. А траты нужны? Ну, вот тут, значит, народ должен уже сказать, насколько мы, как общественные деятели, мы всегда выступали за то, чтобы вообще туда по образцов Финляндии не вступать, я помню. В НАТО, да? Да? Народ вообще не спрашивали, а надо ли нам это НАТО. Референдума по этому вопросу не было. А деньги из бюджета уходят регулярно. То есть, вопрос простой. Может быть, и люди были бы за. Нет вопросов. Ну, давай, почему побоялись проводить референдум? А потому что это траты, нужные траты, и вряд ли государство, а кому-то персонально скорее. Ну, вот результат, значит, опять, как всегда, к сожалению, по современной истории Латвии, значит, очень такие непонятные и невыгодные условия членства. Потому что, если бы мы проводили бы референдум хотя бы о выступлении в НАТО, то там можно было бы оговорить уже, значит, совсем другие нюансы. Это то, что, ну, он всегда говорил и по поводу нахождения в Европейском Союзе. Ведь мы все реалисты, понимаем, что, да, вот Латвия входит в состав Европейского Союза, как и Литва, Эстония. Это все понятно, мы должны с этой реальностью считаться. Но ведь всегда важно, на каких условиях ты находишься в той или иной организации. Очень важно, потому что, ну, извините, да, вот Польша вступила в тот же самый день, в тот же самый год, само собой, даже в тот же самый час в Евросоюз, когда и Латвия. Но почему-то на душу населения поляки получили в два раза больше денег. А там 40 миллионов людей. Ну, так почти. Это означает, что Латвия вполне могла, если бы, значит, репчатая... То есть, умение защищать наши интересы, это то, что, говорит... Не продаваться, а за свою страну родить, за свою страну развивать, не искать помощи там где-нибудь... Вот это патриотизм. Вот это и есть патриотизм, потому что не надо никому никуда прислоняться, надо жить своей головой. Тогда мы никогда не ошибемся с нашим выбором внешнеполитическим, потому что мы работаем только на свою страну всегда. Как это небольшие страны делают, Швейцария, Австрия и так далее. То есть, они не прислоняются. И Финляндия, кстати. Да. Совсем недалеко от Австрии. А у нас почему-то элиты говорят, нам все равно надо прислоняться, потому что либо вправо, либо влево. Так придут одни, мы уже стали другие сильнее, к ним прислонились. И вот это и есть ошибка. Наверное, просто совсем другие люди должны проходить во власть. История, кстати, все это свидетельствует. Да, однозначно. То есть, я полностью с Игорем Согласен, что именно действительно нужны другие люди. Абсолютно. Другие подходы. Абсолютно. И гораздо жестче отстаивать интерес как в Европе, так и в любой другой организации, куда мы, значит, вступили или будем вступать, значит, надо четко, ясно и жестко отстаивать именно свои интересы. Да, с этим даже сложно и поспорить. Я думаю, хорошее завершение нашей сегодняшней дискуссии. Норман Грозственич, Игорь Кузьмук у нас был в студии. Буквально, есть такая возможность сейчас, по крайней мере, вектор развития города, людям внимательно посмотреть, что мы хотим. Внимательно посмотреть и не отдавать это как бы на откуп эмоциям. Эмоциям. Успехов вам. Успехов. Всего доброго.